добрый день уважаемые трейдеры сегодня 29 декабря среда представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который с большим любопытством вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе так начнем с обзоров статей как иран увеличить свои доходы план топлива для всех иран субсидирует продажу нефти своим жителям буквально за копеечки чтобы они ее потом продавали другим людям подороже интересная схема но она может принести десятки миллионов долларов в бедный иранский бюджет фондовый рынок сша под замедлился на хаях ну это логично трейдунишки фиксят свои позиции под конец года напоминаю что на этой неделе новый год если вы забыли переверните календарь как пел михаил шафутинский биточек сдувается тоже скорее всего фиксы ничего здесь не вижу такого страшного почему потому что у нас новогодние новогодние чудеса вот и в том числе и по евро по евро евро перестал расти и я закрыл его фактически при своих потому что произошел слом шартовой ланговой тенденции и собственно это все пока у нас ланге отменяются но они не исчезают полностью и мы собственно поговорим об этом на графике поехали вчера вчера доллар укрепился ко всем инструментам включая и золото да и золото нам дало такой вот интересный ложный пробой мы принципе готовы были к нему но я не рекомендовал в него заряжаться потому что нет близких целей то есть выше 1815 было у нас двойная вершина и на американской сессии выше нее произошли фиксы логично тоже как бы такое время сейчас фиксовая да многие сейчас думают уже что там супер разворот может быть это и разворот и действительно мы можем улететь вот в эту площадку вот потому что есть есть идея от отката от вот этого движения до нас был импульс откат влетели в полтинник кинули пина и может может вполне себе пройти вот такое движение вполне может быть вот я говорил о нем вот но я не стал заряжаться потому что потому что не было ближних цель есть очень дальняя цель но чем дальше цель тем тем как говорится вероятностью и ниже что интересно что на мелких таймфреймах была такая мощная инициатива до откат если вы на тянете фибоначчи то можете увидеть что по золоту откат был как раз 50 по фиба и от него пошло движение вниз и таким образом сломилась вот эта ланговая история на которой мы с вами заработали в рамках вот этой большой трехволновки от фомок вот чего не получилось сделать по евро доллару да та же самая идея на трехволновку по евро вчера не пошла не пошла и сегодня уже идут все пробивания все ниже 113 я вчера рассказывал о том что ребят будьте очень аккуратны потому что вот это вся каша который вот здесь вот заварилась она почему-то не расторговалась через вверх казалось бы раз два три четыре должна пятерочка вверх бахнуть и все и наши 113 850 кармане но 5 здесь не пошла но я имею ввиду здесь не пошла и 5 вот здесь не пошла и 5 вот здесь не пошла и открылась америка кинула вот сюда пробойчики отсюда мы не пошли и в общем не никаким образом не идет и вокруг еще стоит у нас уровень один 13 до фигурки где наши фигурки вот здесь вот и собственно здесь уже пошли фиксации те кто стоял за под один 13 я говорил ребят будьте внимательны с этим уровнем вот я сегодня утром героически зафиксировал свои ланг я покупал здесь на пробой покупал наткать после пробоя зеркало держал наверх но не пошло и перед перед выносом вот этой площадке я закрылся потому что понимал что будет проскальзывание вышел в принципе при своих небольшом плюсе таким образом завершилась ланга и папе за с евриком но как минимум временное такое лангова эпопея которая которая пока не принесла результатов но и напоминаю что у нас уровень один 13 800 никуда не делся но плюс еще один 14 рядом вот я говорил о том что чем дольше цена здесь стоит тем вероятность прострела в обе стороны этого аукциона она будет одинаково поэтому поэтому давайте дождемся плана б план бы заключается в том что мы ждем выхода цены за какой-то аукциончик посерьезнее ну то есть вот такой да допустим ну теоретически еврик провалится вот сюда и мы тогда его хапнем наверх вот сюда не потенциал у нас будет примеру уже 220 пунктов ну пусть 200 что в два раза больше чем мы планировали поэтому я думаю мы все равно заработаем на нем цены основных скажем стопы остались подождем и возьмем я думаю после нового года волатильность повысится кстати минимум вот этот меня интересует вот этот что что тоже вполне вполне неплохо пока не трогаете инструмент не стоит его просто так откупать потому что вам хочется они потому что на то есть какие-то сигналы и понятные адекватные риски так серебро платина палладий немножко под сдулись тоже вот но у них большие долгосрочные тренды об этом я рассказываю на каждом своем обзоре пара фунт доллар тоже немножко сдувается под действием укрепления американского дура под конец года ничего здесь пока у нас нет ни лонговых не шортовых сценариев пока просто наблюдаем за этим инструмент доллар иена доллар иена продолжает свой героический тренд и теперь теперь кроме кроме ослабление иены в этот тренд включается укрепление американского доллара которым мы видим часы и через евро доллара через золото не это говорит о том что скорее всего мы обновим уже все хая и сейчас мы торгуемся выше стоп на 100 уровня если вы держите шорты лучше их прикрыть вот пусть это будет допустим вы продали на от 50 здесь но пусть у вас там полтинничек в минусе дело в том что под новый год будет волатильность может конечно вынесут вниз может вверх но в любом случае то что если вы торгу работали вокруг вот этой трехволновки и мы торгуемся выше 23 фибы это уже лучше забыть про это скажем так проект трехволновку потому что она должна зародиться либо от 50 либо ну а 38 но никак не за 23 вот такая вот история поэтому подождем может будет пробойчик на дуна и не мы заработаем с вами на другом инструменте я это вам покажу так так что дальше 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 доллар канадец доллар канадец чувствует себя в принципе нейтрально нейтрально по сложного пробоя осени стоит пока в горизонте не трогаем его он здесь нам особо не интересен переходим к нашей кроссовой групп которым торгуем анализируем рако сеточного метода торговли что здесь интересно канадец иена нас пока не интересует потому что находится внутри диапазона франк иена вот этот инструмент интересует больше всех потому что ослабление иены выталкивает этот инструмент наверх и в принципе до перихая осталось каких-то тут 40 там 30 пунктов и под новый год ну как вы понимаете случаются чудеса этот инструмент может сюда вылететь я он к моменту своего вылета вылета пройдет уже по 20000 пунктов вероятность коррекции особенно после нового года возрастает многократно не пропустите это очень качественный инструмент для сеточного метода торговли канадец франк тоже пока спит вблизи минимумов своих годовых и здесь осталось долой of 100 пунктов что больше дам новозеландец канадец тоже около минимумов не трогаем его доллар франк откупается от нижней своей этой границы но опять же пока он не выйдет за границей из треугольников по большому вот такому плану мы его не рассматриваем в качестве средства обогащения австралийц канадец австралийц канадец пока не в дамках не трогаем его австралийц новозеландец тоже внутри диапазона не трогаем а еврокат еврокат у нас до обновления минимума года 300 пунктов это очень много не трогаем а вот еврофранк нас интересует потому что сегодня он уже обновил минимум и если вы если вы хотите память поймать его коррекцию на 130 пунктов по четвертому знак то возможно сработать первый ордер дочек будьте внимательны к нему это это очень любопытный инструментики с очень хорошим потенциалом дальше евро мексиканский песо засноба романа николаевича тоже бьется бьется по лаям бьется по лаям в принципе если будет просаживать вниз а это вполне может быть подбирать его в ланге с планом на вот такой вот выход через тест зеркального уровня который очень четкий принципе мы уже стоим под зеркалом можете вот уже набирать в ланге но если вы стоите по еврофранку и евро мексиканскому песо распределите между этими инструментами объем потому что в моменте будете работать против евро новозеландец франк но пока до лоев года не дошел 70 пунктов если дойдет очень очень любопытно его здесь приобрести нефтяночка нефтяночка продолжаю продолжаю упираться в шортовый сценарий и по вчерашнему дню у нас народился пин барчик на хаях ну я понимаю что новый год и все такое уже нефтяные три дунишки под сдулись а сегодня еще запасы вот но я продолжаю удерживать свои убыточные шортовые позиции по этому инструменту который я щедро разбросал между 50 и 38 фибой но уже выше разбрасывать не буду если будет расти выйду в районе 80 с убытком мне бы очень хотелось увидеть нефть вот в этой в этой зоне ну вот в этой вот в этой площадке что против меня против меня в принципе сама нефть почему потому что этот инструмент но хуже всего отрабатывают охоту за стопами тогда большой инструмент трендовый по большому счету здесь пофиг всем крупным игрокам где у кого стоят стопы этот инструмент другой другой природы это не не валютная пара или какой-нибудь дремучий кросс вот но какие-то инициативу он все-таки свои отрабатывают и я собственно сделал небольшую ставочку на понижение и хочу увидеть вот такую трехволновку если отработает буду буду рад если будет стоить выше 80 закрою убыток ну примерно два к одному здесь должно получиться ну подождем подожжим сегодня запасы куда раз торгуется никто не знает последние запасы были маленькие и на них все росло понаблюдаем переговоры с раном поедельной программе продолжаются и могут залететь любые новости если рану разрешат продавать нефть на внешние рынки и это будет классно вот и цены могут подупасть сша в этом заинтересованы потому что потому что и не хватает нефти и они хотят дешевле доллар рубль пока нейтрально стоит радует всех кто покупает товары под новый год вот люди люди как минимум скажем так не озадаченный ростом либо падением но как правило ростом курса доллара в зимние периоды под новый год но почему-то цены в россии продолжают расти cb говорит что 8 процентов инфляция это конечно твоя двойной двойное превышение того что они ожидали и прям это все очень плохо и там отрицательный рост и все такое ну вот я вчера зашел в торговый центр и купил мороженое которое буквально три месяца назад я покупал за 100 рублей а сейчас я его купил за 150 абсолютно то же самое мороженое и несколько месяцев назад курс рубля был абсолютно такой же как и сейчас но почему-то мое любимое мороженое стоит на 50 процентов дороже чем раньше кто в этом виноват и я не знаю но это все странно так s&p 500 s&p 500 героически шагает в космос и радует инвесторов американского фондового рынка своим невероятно бычим сцена бычим сценарием хода только периодические кризисы 8 двадцатого года забрасывают этот инструмент в глубокие откаты акте те кто работает от коррекции радуются бычьему бычьей тенденции этого супер инструмента нас дачок нас дачок нажмет тоже по хаям я думаю что перехай не за горами но все-таки для меня s&p 500 более техничный хотя знаем несколько трейду нишек которые содержат ланге свои по nasdaq вот вот этого пин бара до перехая собственно на года и надеюсь что они это все дело зафиксируют nasdaq тоже дает неплохие коррекции с этим инструментом можно работать в полной мере крипто монетки такие как би точек эфир все вчера под сдулась под сдулась печали печально ланговых ланговых крипто трейдеров я уже говорил о том что у меня нет торговых идей по биткоину на сегодняшний день просто так купить его по 50 с целью роберта кийосаки за миллион но как-то не очень для меня понятно мне бы хотелось купить эти монетки дешево дешево что я вижу я охотник за стопом я понимаю прекрасно что bitcoin по битку охотиться не очень правильно пошли инструмент новый инструмент бычий инструмент такой инвестиционный но я вижу площадочки по 30 я вижу площадочки но примерно там по 40 по 40 если если судьбе ножка закинет беточек за 40 я куплю и если закинется за 30 я куплю средняя цена моей покупки будет 35 тысяч долларов за монетку соответственно при хаях в ну примерно там 6570 у меня будет запас хода в два раза при рисках за нолик то есть если биток не будет стоить больше ничего собственно эта ставка сработает если вы занимаетесь портфельными инвестициями то это одна из нескольких десятков позиций которую можете удерживать таким образом вы можете превратиться и стройдунишки в нормального управляющего желаю вам на этом пути успехов аэрофлот аэрофлот продолжает консолидироваться в своей консолидированной консолидации оказывает давление на инвесторов аэрофлота которые покупали как завещал великой герчик на 10 процентов от своих до ежемесячных доходов акции аэрофлота ну начиная с 16 17 года еще по 200 по по 100 сейчас они в печали смотрят по 38 я их понимаю но наша задача заработать побыстрее и побольше надеюсь вы за такой способ и можете разделить со мной подобные высказывания я вижу прям жесткое давление жесткая по аэрофлоту ну вот и ожидаю хороших цен по нему каких-то сквизов пробоев и так далее чтоб купить его по полтинчику с риском за ноль как вы понимаете 0 аэрофлот у нас не стоил но в четырнадцатом году в четырнадцатом году этот актив спускался спускался до 27 как вы помните четырнадцатый год это эпопея с крымом и так далее санкции и все такое все это улетала вниз потом потихонечку от купилась вот соответственно вот это днище днище можно при принять даже за ноль да и даже с плечом один к двум рискнуть купить от полтинчика с риском за двадцать там пять но за 20 примером потому что но я не вижу может дальше еще к этой истории есть дирофлот стоил дешевле когда-то на заре своей молодости но такой вот сценарий по нему ожидаю так так маленькие монетки кстати тоже ripple догик файл коина кстати в я скинула по безубытку вот стоял в лангах скинул в ноль этот инструмент какой-то страны не трогаю его то есть я скинул позицию папа файл коина в ноль и больше ее пока не держу ничего жду по всем монетам жду каких-то догик оставил только на площадку по всем монетам жду хороших цен еще одних хороших цен вот так вот я спекулянт так турецкая лира друзья мои как я рисовал идут и идут такие вот остаточные паровозные явления каких называю то есть когда у нас есть какие-то мощный фундаментальный тренд потом влазит регуляторы либо какие-то новости и потом все равно этот тренд какое-то время продолжается потому что ну грубо говоря пожар одним ведром не потушить либо одной бочкой не залить все это будет еще тлеть и соответственно если вы понимаете это то вы можете на этом заработать я говорил что доллар против лир еще будет расти не потому что я знал что будет укрепляться американские доллара потому что знал что те громкие и как правило временное заявление которое делает эрдоган не спасают ситуацию сразу кардинально вот и собственно это можно брать за коррекцией коррекции и принципе мы видим что инструменте подрастает так с нефтью про нефти говорил да говорил так в принципе все давайте подъем к ответам на вопросы на youtube канале по вчерашнему видео поехали к владимир андреев спасибо андрей за полезные цены стороне взял золотишко и с анпишка с уважением добра профит с наступающим да и бог с бюджетом нашей многострадальной великой родины как стоял так и будет стоять ладно что наши скромные личные бюджетики увеличивается но это здорово конечно все но на опять же по бюджету два слова скажу понимаете в бюджет заложена стоимость нефти 40 долларов да сейчас она стоит 80 и получается как бы но немножко нечестно да но представьте дал что вы зарабатываете 100 тысяч рублей в месяц и но закладываете на будущее ваши там в будущий бюджет во что вы зарабатываете не 100 а 50 всего и формируете свои статьи расходов исходя из 50 они 100 а все что выше вы складываете в кубку вышку себя но естественно бюджет но будет страдать как бы до в два раза хотя вы могли ну сколько заработали столько и тратить у вас был бы может быть даже и профицит и все ваши процессы шли бы гораздо веселее в течение ближайших трех лет но вот у нас вот этот видите фонд национального благосостояния туда все уходит получается половина вот именно сейчас половина наших доходов нефтегазовых уходит вот туда хотя она могла и тип в бюджет и покрывать все все вот эти там и социалки здравоохранения ну скажем так на одну треть это невероятно много но мы видите экономим все после после второй мировой войны все экономим канала так дмитрий шуткин спасибо за стратегии по snp 500 пожалуйста snp 500 был до меня будет после меня я надеюсь что он будет все это время расти вопреки паническим настроением ожиданием шартов зашел от 2 спада да 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 получилось у четверица но здорово но будьте аккуратненькие все таки бывают корректусики и поглубже поэтому нужно как-то либо на сеточку рассчитывать либо так конечно не жахать но я я так думаю что под конец года вот трейдер пытается отыграть все свои потери но ведь вам вам удалось поздравляю вас с этим золото закрыл отлично спасибо за обзор андрей спасибо за работу представление ежедневной информации пишу редкая так нож обзоры смотрю уже полтора года вопрос что произошло в пятнадцатом году по франку резкие скачки и так далее так далее понимаешь связано с меня ставки это не каждый год но если в этот момент были бы заряженные сетки или хоть одна то это было значительные сливы как отследить такие следующие новости не попасть такие ситуации как отследить такие новости ну понимаете в по франку была ситуация уникальная уникальная но это как вот понимаете вот удержание курса рубля в свое время в коридоре вас наши сказали что буду держать курс в коридоре там плюс в районе 30 рублей и чем это закончилось выход из коридора и заявлением что мы больше не будем держать в коридоре но а кто это делал это это были заявления да то есть все вот эти искусственные удержания они плохо закончатся рано либо поздно потому что так такой поток денег ни с чем сдержать нельзя вот по франку на самом деле все вот эти движения с франком были связаны с одной единственной парой привязки к евро то есть до 15 года евро был привязан к франку на уровне 1 и 2 вот так вот они решили вот держали держали а потом ну скажем что значит держали это значит заливали денег постоянно заливали заливали потом это все надоело не сказали мы не будем держать 1 на 2 и понижаем ставку все все по улетала но опять же если вы посмотрите перед перед этими движениями тренды были в другие стороны группа говоря ну то есть движение было вверх а на ставке все ушло вниз то есть если вы набирали сетки то вы делали бы это против движений в принципе заработали но с другой стороны как себя безопасить от возможных таких резких движений в сетях есть один способ то есть спастись от нежданчика допустим вы набираете сетку и понимаете что ну край сетки у вас будет тысяч пять пунктов по пятому знаку вы ее можете через ну вы на а вы набираете только там тысячу набрали либо две либо три вы можете за 5000 поставить лимитный замок на общую общий размер ну допустим вы там набрали там три лота к примеру и замыкаете ли лимитным замком то есть который еще не в рынке вот эти три лота если вас резко протянет у вас там замкнется вот соответственно после 5000 пунктов у вас убыток не будет нарастать вот а потом если будет возврат в этот замок раскрываете и всю эту пачку потом забирайте назад ну как вариант попробуйте так арсений андрей андрей возможно шокирует таким вопросом в кто чертит графики мета трейдер или так далее арсений на самом деле это не на один час я бы знаете вот вам все таки предложил самому разобраться погуглить сейчас огромное количество информации в сети вы можете прям прям до последнего лимитного покупателя разобрать все и если вы это сделаете сами это будет гораздо лучше чем я буду вам рассказывать потому что это будет для вас гораздо убедительнее понимаете если бы вы меня спросили где-нибудь в средневековой европе как формируется цена на на просто например мы бы с вами поговорили где-нибудь сидя на краю на краю скалы но в век современных технологий при неограниченном доступ к информации лучше сделать это сами это будет полезнее так наш неутомимый кока все просит меня разобрать те инструменты которые не даю вот я с упорством предлагаем эти инструменты не торговать александр добрый день классный обзор для новозеландца франка цеплялся одним ордером закрылся по тейку но слава богу хоть один человек все-таки зацепил этот инструмент который я пропустил спасибо за рекомендации наступающим новым годом спасибо вам также так роман николаевич спасибо за обзор на инсте газом лучше торговать фьючерсами которые заканчиваются через два-три месяца что кстати неплохо чем торговать просто натуральным газом по которому всегда идет с операцией в двадцатых числах каждого месяца получается так же как и по нефти ну согласен с вами роман николаевич согласен кстати насколько я знаю вы тоже его торговали расскажите что там по по комиссам как вообще дорогое нет маржа там как уходит я понимаю что может здесь спецификацию мне интересно мнение живого человека евгений так же андре есть позвольте поддержу рекомендацию данную вам полегче рассуждать о сопряженных областях не имеющих прямого отношения к трейдингу будет намного удобнее управлять финансами если быть продолжать аналитические обзоры да да я так желаю творческих успехов наступающем году спасибо я я это уже понял поэтому ближе к трейдингу и подальше от политики так ну в принципе с принципе на этом все сегодня напоминаю друзья мои мы торгуем в чуде чудесное время предновогодние будьте осторожны и осторожны с позициями особенно с увеличением объемов в это время волатильность будет повышенная в это время если и не было вчера она может быть сегодня завтра либо сразу после нового года как правило вообще движение все усиливаются почему потому что управляющие начинает перекладывать денежки перекладывать свои активы из одних в другие и это все способствует поднятию волатильность потом будьте аккуратны не пытайтесь отыграть какие-то свои годовые косяки в последние пару дней перед окончанием нового года вот такой вот вам совет в принципе на этом все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инстафорекс всем пока